Во второй половине дня перед воротами Черноморского высшего военно-морского училища собрались десятки человек. Большинство из них юноши, которые в скором времени определятся с выбором специальности. А у севастопольской нахимки есть чем заинтересовать молодежь. За последние два года здесь значительно улучшили материально-техническую базу. К примеру, теперь управлять автомобильным и водным транспортом можно учиться в кабинетах. Здесь для этого есть все условия. Познать теорию помогут интерактивные информационные доски со встроенными аудиокомментариями, а практическую часть можно отработать на специальном тренажере. Тут, что называется, полное погружение. Несколько мониторов, идентичное реальному управлению, симуляция ветра и смена времени суток. С помощью такой программы курсант точно будет знать, что его ожидает в полевых условиях. Изменения в училище по всем специальностям. Это современная учебно-материальная база ракетного вооружения. Основная специальность, по которой готовит училище. Образцы вооружения по водолазной подготовке, но и просто по естественно-научному циклу дисциплин, современные лабораторные установки по информационным технологиям, радиоэлектроники. Но военная подготовка – это не только умение обращаться с техникой. Важна и физическая сила. Воспитанников училища обучают мастерству стрельбы и обращению с оружием. В ближнем бою курсантам тоже есть чем удивить противника. В ход идут приемы рукопашного боя. На силовые упражнения и постоянные тренировки курсантов училища уходит немало сил. Поэтому особое внимание в последнее время здесь уделяют вопросам организации быта будущих защитников Родины. Перемены коснулись в первую очередь вопросов питания и проживания в казармах. Учеба здесь интересна для молодежи со всей страны. В этом году мы завершили наш третий набор уже в новейшей истории, российской истории. В училище поступило более 270 ребят. При этом особенность набора заключалась в том, что у нас ребята приехали из 53 регионов России. Отдельное внимание в училище уделяют морской подготовке. Будущие офицеры обучаются работать на глубине с использованием специальной экипировки. Впрочем, самим заходить в воду далеко не обязательно. В некоторых случаях безопаснее работать удаленно. Это у нас малогабаритный, телеуправляемый, необитаемый подводный аппарат осмотрового класса, то есть для погружения на глубину 150 метров. На борту имеется гидролокатор, то есть если для поиска каких-то объектов на расстоянии использовать его. Аппарат применяется для осмотра, элементарного поиска в прибрежной акватории морской. Это снаряжение водолазное универсальное 5, второго варианта это с саймарской. Оно для работы под водой, костюм сухого типа, то есть вода туда не попадает. Мы в нем учимся, естественно, но и работы в нем в частях именно в этом снаряжении. С помощью такого образовательного комплекса стены училища покидают высококвалифицированные специалисты. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.